Сегодня был, конечно, захватывающий матч. Играли две команды, которые достойны были финала. Сами понимаете, я считаю, что сейчас НАСАВ одна из лучших команд в нашем чемпионате. Что можно сказать? Мы, в принципе, довольны тем, что мы прошли финал. Смогли выполнить эту тактику. Мы сегодня играли чуть-чуть по-другому. Только могу сказать, что всё-таки я ещё волнуюсь после неё. Я отошёл, вроде трясусь. Но довольны тем, что вышли в финал, я не говорю. Вопросы? В первом тайме мы с Питерами, с защитниками играли. Вообще даже позиционный атак не было до 30 минут. Это с чем связано? Чтобы не пропустить именно в первом тайме? Я уже повторюсь и сказал, что сегодня играют чуть-чуть по-другому. Потому что знали, что здесь команда будет бежать вперёд. Задача была не пропустить первые 15 минут, как бы это было в первой игре. Потому что болельщики сумасшедшие, гонят команду, они бегут. Причём команда по возрасту чуть-чуть помоложе. Видно, что хорошие ребята, футболисты, очень много работоспособностей у них. И задача была не пропустить первые 15-20 минут. Поэтому мы так сыграли. Просто почему я задал этот вопрос? После игры чемпионат с Насафом, Слон Пухтовудя сказал, что с такой игрой лучше не выигрывать. Он имел в виду, что Насаф оборонялся. И вы тоже с Машалом после игры. Есть разные, есть чемпионат, есть кубок. Сегодня у нас была другая задача. Потому что это складывалось из двух матчей. И мы сегодня просто показали, мы понимаем, как это трудно взломать оборону, когда ты в чемпионате играешь против команд, немножко рангом ниже. Нужно взламывать оборону и играть в атаку, забивать голы. Мы понимали, что Насафу сегодня необходимо просто идти вперёд, идти бежать, идти создавать. Если бы мы чуть-чуть раскрылись бы, им было бы проще. Появились бы дырки, они бы это могли бы. Ряд футболистов, я ещё раз повторюсь, очень хороших, быстрых. Вообще второй круг очень приличный, повторюсь, играет Насафу. Мне очень нравится, очень команда на ходу.